дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами петром рауфи и у нас сегодня обзор рынков если что мы разберем новостной фон он более-менее пустой сегодня из экономической календарной сегодня для внутридневной торговли но в целом по поводу всех активов которые есть более менее важны и по поводу их него потенциала движения внутри дня на 15 минутки и на дневном тайме для того чтобы просто понять на каких объектах они находятся среди сроки что с ними будет уже более менее разберем тех парах которые вы просили по форексу тоже мы их разберем и к нам добавились новые пары по крипте некоторые крипто пары с долларом который тоже на платформе это трейдер мы разберем на сегодня поэтому вот как обычно stock market поначалу потом форекс и в итоге крипто рынком все закончим смотрите до конца не забывайте если что комментируйте вопросы или же если что-то придет в голову тоже касательно новостного фона вы наверное в курсе что ну за последнее время особо новых нового ничего как бы не ждем есть некое подозрение по поводу того что рынок уже входит якобы фазу консолидации или же коррекции которого все ждали и ждут но опять же нужно обращать внимание что несмотря на всего опасения которые сейчас очень сильно вот наращивается опасения поводу нового штамма коронавируса просто сейчас период когда происходит 2 недели 3 недели исследований после появления вот этого нового штамма просто происходит новое открытие поводу вируса о том что там в два раза сильнее передается в самолетах и так далее такие в общем исследования такие вот результаты самые главные результаты которые выйдут через там несколько недель а по поводу вакцинации по поводу скорее всего бустинга то есть как говорится третья доза и там четвертая доза некоторых вакцин которые могут быть полезными и по отношению к новой новому штамму и когда вот эти новости будут уже мы выйдем более-менее наверное скорее всего новые максимумы по фондовым индексом почему потому что состояние ситуации которые сейчас есть на фондовом рынке если его долгосрочные графики и открыть вот как дневные графики с np500 и дневного графика доу-джонса то внука бы тут особо ничего не заметно никакого страха особо незаметно по факту котировки тестируют некую зеркальную отметку важную такую поддержку 35 тысяч по доу-джонсу а после пиццу приблизительно там 4500 это отметили которые важны более или менее и мы все равно над ним находимся мы их тестируем есть некогда поджать и к ним до но в целом от того страха которому которого должен быть о котором говорят его можно сказать что пока еще не особо то и заметно поэтому вот то что самое важное наверное для сейчас мы уже в неделе прошла недели полторы прошли касательно но после нахождения нового штамма видим что как бы фрс сша никаких новых заявлений ничего не не говорить особо не переобувается и потому что последние его заявления были о том что ставку поднимают раньше чем нужно и так далее потому что инфляция оказывается не временная очень-очень приобрелись но несмотря на всего это пока еще просто знаете здесь такое 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 время ожидания но это не значит что фондовый рынок вот вдруг не трубки трубки и будет очень глубоко рухнуть просто есть до конца этого года еще время есть еще отчеты которые должны выйти по поводу вакцинации и по итогам вот этого всего по итогам скорее всего прорыва максимумов новых то есть обновление максимумов по смпп должен быть по некоторым акциям и фондовый рынок сша затем можно ожидать перехода в фазу уже с долгосрочной консолидации коррекции которая будет очень умеренно скорее всего давить на цены индексов фондовых рынков сша и также всего мира тоже джим кармер заявил о том что 2022 год наверное будет не таким сильным как 2021 поэтому вот это все нужно учитывать и в целом исходя из заявления которое фрс недавно из себя как бы выдал можно можно сказать что по факту в средней сроке можно уже не ждать такого сильного укрепления есть вероятность того что индексы фондово могут вырасти снова обновлять максимум до конца года но это уже последний как бы вздох и наверное все-таки дальше у нас умеренный какой-то тренд будет больше с наклоном вниз вероятнее всего в случае если с повышенной процентной ставки с ужесточением артальной политики все получится что скорее всего должно получиться он его раньше чем европа раньше чем европейский центральный банк что происходит с коронавирусом с распространением на трекеры бумберга как мы видим обновлением максимумов происходит в общем тренд восходящий по заражению как говорится заражи заражаемости нового штамма очень высокий переносится он легче это входит в до условия мутации вируса которые есть и в целом научно так происходит когда вирус уже мутирует уже к свой цикл заканчивать мутации свой цикл мутации заканчивать он станет быстрее передаваться но при этом проще переносится и все это в итоге является намеком намеком о том что знаете вот сильного сильной нужды в карантинах в развитых странах уже не будет уже почти больших многих стран населения уже вакцинировать и вот это все само по себе дает некий позитив который поможет некоторым странам которые готовы например британия или сша что поднять процентную ставку уже защищать монетарную политику уже со следующего года поэтому средний срок в общем есть такой новостной фон сейчас пока еще все очень пусто то есть прошлой неделе под прошлой неделе новостной фон был очень пусто что происходит сегодня на экономическом календаре мы его разберем перейдем к доллару и посмотрим что в общем у нас по форекс пара что сегодня между тем в час тридцать так лучше бы я перевел сразу на русском языке так по мск сегодня вышли в 10 утра данные с великобритании ввп год в году хорошо но в квартале не очень я думаю что по все наладится с британией так 430 сша ввп и это без изменения главное чтобы не было на снижение это будет не очень хорошо для доллара естественно 6 часов поместка индекс доверия потребителей прогнозы позитивные продажи на вторичном рынке жилья тоже относительно позитивный прогноз и кстати запасы сырой нефти дефицит уменьшается и это не очень хорошо для нефти то есть по факту предложение увеличивается и это может короткосрочно основа давить на цены нефти на нефтене котировки общем это все что на сегодня доллар нефть все что я вижу более или менее могут делать какие движения корреляция обратно и у доллара с нефтью также у доллара с фондовым фондовым фондовыми индексами ну и доллара с золотом тоже относительно переходим к форекс пор и тут мы еще ввели вот те пара которых просили в комментариях предыдущих видео мы тоже разберем 15 минут на таймфрейм евро usd евро доллар очень сильная очень сильная консолидация которая продолжается измерть забыл вам сначала доллар показать индекс доллара обращайте внимание сам доллар последнее время очень сильно консолидируется и у него есть есть такая формация относительно в рамках восходящего такого канала сужающегося если в долгосрок смотреть сужающегося канала можно флагом назвать ненавыт клея нам назвать будет клином газе нам назовем будут флагон флагом в weighing но ближайшее время если доллара обновить максимум это это не очень хорошо и особенно если нам но ведь импульсивно максимум а ближайшее время доллар эти это сделать это не будет очень хорошим сигнал в срезурова это вообще внимание главное чтобы доллар поджимался дальше к максимумам, а не импульсивно их протестировал. То есть здесь для доллара есть вероятность разворота в целом, у него это есть, но вероятность этого разворота, абсолютно срок, чтобы разворот доллара и разворот тенденции произошел, будет очень сильно больше, в случае если импульсивно доллар снова обновить максимумы, которые у него есть. Ну и конечно же отметка, за которым не стоит закрепиться ему, это 95, 50, 95, вот. Куда в средний срок может доллар спуститься опять же, но это у нас дневной таймфрейм. Но для внутридневной торговли, ну это исходящее движение по факту уже началось и краткосрочный таймфрейм показывает, что тут есть некая середина вот канала и, ну протестируется она 96, 96, 20, скорее всего протестируется, возможно даже просто 96, 30, 25, где-то здесь мы остановимся. Очень сильно консолидация в среднем сроке, просто картина показывает, что ну цена в случае если сильно импульсивно буду так вот обновить, обновлять максимумы, как здесь, то он может менять тренд. Главное, чтобы он просто умеренно-умеренно поднимался. Так, естественно, евро-доллар у нас на 15 минутное время, очень сильное поджатие, очень сильное сужение волатильности. 1,126 это коридор, в котором мы двигаемся и самое главное, дальнейшее укрепление 1,1980. Если это произойдет, то это будет довольно хорошо для покупателей внутри дня. Но обращайте внимание, что 1,13 все равно может цену снова подавить и отправить его вниз. Особенно если ампилитуда у нас будет низкой, то есть если у нас не будет выраженного тренда, Здесь не зародится выраженный тренд. Если котировки в будущем не протестируют, 1,1980 сверху, то что сейчас возможно произойдет, то вероятность разворота от 1,13 тоже будет. То есть, здесь очень сильное сужение. Ну и 170 пунктов по факту это, куда цена может пойти, дойти в течение дня и развернуться снова от него. Фунт-доллар, конечно, лучше состояние, потому что прорывает локальные максимумы, но давайте посмотрим ближайшее сопротивление, куда он, чего он тестирует. По факту ближайшее сопротивление прорвал фунт, поэтому дальнейший его рост можно на него рассчитывать, с одной стороны. Тут дивергенции нет никакой, но была, то есть, была относительно такая дивергенция. Можно сказать, что она очень-очень умеренная, но в целом 1,3260, 1,3240 это отметки, на которых стоит обращать внимание, пока мы над этими отметками. Скорее всего, дальше цена будет больше двигаться вверх. То есть, пройти четкие ретесты этих отметок в будущем, ну, как сейчас, как недавно произошло, это может быть признаком того, что цена дальше может пойти выше. Еврофунт, как себя ведет евро к фунту, ну, закрепились под 0,85. 0,85 в масштабе 15-минутного таймфрейма, это по факту психологическая отметка. Это по факту психологическая отметка, под которым закрепились. Ну, естественно, продолжение спада, вероятнее всего, исходя в целом из того, что фунт, она сильнее, чем евро. Есть много причин. Вероятность повышения процента ставки у ужесточения монетальной политики Банка Англии, несмотря на то, что они иногда тоже блефуют, точно так же, как и в США. Но, несмотря на всего этого, ну, вероятность просто повышения их процента ставки гораздо раньше, чем европейского банка присутствует. Поэтому тут дальнейший спад, его вероятность существует внутри дня, скорее всего, из-за этого поджатия мы можем увидеть ретест 0,84.80, 0,84.60, это сильно далекая цель. Для этого нужен сильный спад евро, поэтому 0,84.80, 0,84.70, вероятнее всего, ближайшая цель. Австралиец к доллару с очень пониженной ампилитудой приближается к сопротивлению на 15 минутки. Ну, тут если взять и посмотреть на более масштабные таймфреймы, то можно увидеть, что вот отметка, которая протестируется, это не конец потенциала в целом движения за последнее, бычевое движение за последний месяц, за декабрь. То есть 0,71.80, скорее всего, это цель, которая может прорываться в будущем. И в целом это все зависит от того, насколько доллар будет падать и где он остановится. То есть 96, мы посмотрели по графику доллара, 96,20, 96, это, скорее всего, поддержка, которую, если доллар не пробьет, то он может укрепиться над ней. 96, 96,20 по индексу доллара. Поэтому в случае, если он там остановится, то дальше, скорее всего, австралиец выше 0,71.80 тоже не пойдет. Но главное, что и есть. Тут по факту движения еще он существует, может дойти до этой отметки. Новозеландец к доллару США. Тут тоже по факту прорыв локального сопротивления есть, произошел. И что у нас дальше? Давайте посмотрим. Дальше у вас потенциаловое движение вверх есть. Средний срок, то, что очень красиво тут смотрится, кстати, по австралийцу, по новозеландцу, если взять среднесрочное время, это расхождение волатильности на дне, то есть после прорыва локальной поддержки годовой поддержки 0,68 по новозеландцу. Есть расхождение волатильности, сильное расхождение волатильности. И некое укрепление, которое мы наблюдаем. К тому же есть информация, которую видно и по доллару, но она очень-очень умеренная. Но вот этот нисходящий канал, который создается после ретеста очень-очень исторического минимума. В данном случае это сигнал о среднесрочном развороте. Вот. С одной стороны. Насколько он может поднять его в будущем? Опять же, это все зависит от того, как мы кричимся на 0,68. 0,67-80, 0,68. То есть, скорее всего, даже для ближайшего времени, вот ретест 0,67-80, 0,67-90, что приведет к некому приторможению роста. Но затем, по итогам, у ретеста вот этого диапазона будет более-менее ясно, что будет в среднесроке. Но, опять же, ретест этого диапазона все равно должно случиться. То есть, она может случиться после некоторого приторможения, вот, то есть, возвращения к поддержкам 0,67-50-40. Затем цена снова вернется вверх и будет протестировать эти отметки. Если даже сейчас их не протестируют, то в будущем, пока мы не зайдем ниже 0,67-50, то есть, вероятность их не будет дальнейшего ретеста. Очень сильно низкая амплитуда, поэтому больше все-таки в такие моменты можно рассчитывать на продолжение консолидации или же продолжение коридора. Австралии из Новозеландец, сужение волатильности на 15-минутке. Где же тут уровни, если они есть? Очень сильное сужение по столицу Новозеландцу. Ну, здесь некая зеркальная отметка. 1,055 или 56. 1,055 давайте скажем. 1,055. И закрепление под ним может дать нам сигнал разворота или продолжение исходящего движения. Главное, чтобы такого не было. Здесь ложный пробой двумя барами. А здесь, по факту, сразу после его прорыва пошло снижение амплитуды и разворот. И свечные формации там, которые говорят о развороте. То есть, обращайте внимание, что очень сильная отметка. 1,055.60. 0,056. Пусть будет 0,055. 0,055.60. Вот эта зеркальная отметка, под которой мы закрепимся. А то пойдем ниже, если закрепимся. У нас за последнее время не было этого. А если мы над ним находимся, то, скорее всего, продолжение роста, оно вероятнее всего. Нам амплитуда очень низкая. То есть, мы внутри каналов только можем осуществить что-либо. Мы переходим к защитным активам. Что к защитным активам за последнее время в целом происходит. Давайте на дневном посмотрим. Ну, за последние недели были некоторые всплески. Но больше похоже на расхождение волатильности. И это все на самом деле. Доллар просто тупо не дает золоту расти. Когда это время придет. Когда золото наконец-то поднимется. Я думаю, что эта вероятность все равно на рынках осталась. Ну, отметка, которая всегда была важна. Еще раз напоминаю о нем. 1800 за последние... 1700 долларов за последние два года или больше. За последние приблизительно два года. Это была отметка, от которой мы отталкивались. Среднесрочное укрепление над ней и среднесрочное закрепление под ней всегда нам давало более-менее нормальный ориентир, от которого отталкивались. И тут, если смотреть на 400-ое время, либо на 600-ое, тут больше видно, что мы закрепились под ней. То есть, больше видно, что золото под ней закрепилось. И тут еще поджимается она, конечно, к последующей отметке целевой, 1780. Но в ближайшее время, в средние сроки, в короткосроке, обращайте внимание на импульсивность его ретеста и приторможении. Но, к сожалению, это приторможение и спада сопровождается с понижением амплитуды, что в итоге намекают на то, что какой бы ни был тут всплеск восходящий, все равно сожидает последующий его прорыв и, скорее всего, дальнейшее снижение. Особенно, если будут какие-либо новости позитивные по поводу вакцины, по поводу эффективности вакцины против нового штамма, это все само по себе поможет. Я не знаю, что должно произойти, чтобы золото прям начал очень хорошо расти. Это, скорее всего, какие-либо там, не знаю, всплески, вспышки в самом Китае материковом или же ухудшение каким-то образом торгового отношения Китая-США. Вот. Что, скорее всего, не произойдет уже настолько сильно, как было раньше. Ну и военные действия, вероятность их эскалации ситуации, там, в зонах, горячих зонах между странами, ты тоже можешь по-своему поднять цену на золото хотя бы мгновенно. Поэтому на эти все новости можно обращать внимание в случае, если работаете с золотом. Но тут технически, к сожалению, есть вероятность просто ближайшего срыва волатильности. То есть, там цена может и прорвать 1780, снова подниматься 1790, там. И затем, то есть, сделать определенный срыв где-то в районе, вот, она может это сделать, ну, то есть, где-то в районе этого диапазона. Может это осуществить по факту. Тут отметка просто очень, тут диапазон, в котором он застрял, на очень, это очень важный диапазон на самом деле. Поэтому обращать внимание, ну, ближайшие импульсивные прорывы локального минимума может быть признаком того, что цена может как-то снова укрепиться. Главное, чтобы не закрепляли, не закрепились под ней. Тут просто в ближайшее время есть вероятность роста, поэтому, в краткосроке. Поэтому, может быть, внутри дня все-таки это лучшая идея, особенно исходя из того, что доллар и так падает или начало падать. Конечно же, серебро и платье, и платье тоже должны приблизительно так же себя вести. Серебро очень хорошо растет, естественно, лучше, чем золото, свободнее, чем золото. Ну, тут если взять в средние сроки, то она, кстати, очень хорошую отметку прорывает, 22.60. И, наверное, последующая цель, это у нас 23, скорее всего. Вот это импульсивный ретест, нисходящее движение, импульсивно сильно под 22.60. И нынешний умеренный рост, который происходит, в случае, если что, может быть сигналом того, что цена может даже подниматься над этой отметкой. Но отметка, что раньше была очень сильно пробита, очень сильно пробита с обоих сторон. Поэтому тут можно только просто гадать и сказать, что есть еще потенциал последующего движения. Но как импульсивнее она будет, так и опаснее для покупки в будущем, для продолжения покупок в будущем. Нет тут особой дивергенции, то есть сигнал разворота вниз. Поэтому в ближайшее время тут тоже можно поставить на рост цену. По поводу платинума. Тут отметка довольно важная. 940 и 945 приблизительно. 940 и 945. 940 и 940 диапазон какого-то сопротивления, которое относительно зеркальное, исторически зеркальное, можно так назвать. Но главное, что после того, как мы прорвали эту отметку, на дне не начали снова потерять ампилитуду. Либо же не застряли в нем, как здесь. Или же не прорвали его так импульсивно, как здесь. Соответственно, в ближайшее время есть вероятность его ретельства. Но что будет дальше, это зависит от того, как доллар продолжит свой спад. Единственное, что тут очень может немножко сильно разочаровывать, это сформирование дивергенции при ближайшем росте. То есть, если будет сильный рост в ближайшее время, она может сформировать некую дивергенцию на четырехчасовом тайм-фреме или на часовом тайм-фреме, которая, опять же, она не на своем месте. Может просто указать на то, что цена может коррекционно опять упасть. Но тут здесь больше поджатие к сопротивлениям, чем ближе всего, скорее всего, ближайший сценарий. Это продолжение роста, импульсивного роста, пробитие локальных сопротивлений. Затем уже может по истечению определенного времени по итогам сформирования какой-либо дивергенции развернуться и то коррекционно, скорее всего. Палладиум на 15-й минутке тоже так же себя ведет. Недавний рост был очень сильно импульсивным, значит, рост в целом тайм-фреме, можно это наблюдать. То есть, свеча, которая относительно аномальная. То есть, тут можно обязательно ставить вероятность коррекционного снижения, ну, хотя бы 1780. Пусть будет диапазоном риска, вот 1800-1780. Это диапазон риска, который существует. То есть, куда цена может снова упасть в течение ближайших торговых сессий. Но как импульсивная цена упадет к этим отметкам, так и лучше для покупателей. И в целом для того, чтобы они могли вернуться снова спустя пару сессий, через пару-две-три сессии торговых. Чтобы они могли вернуться снова к покупкам и же к основному тренду. Пары защитные у нас. Доллар к франку, евро к франку, доллар к... Доллар к японцу, фунт к японцу. Японец и франк швейцарский, они у нас тоже, как бы, защитные. Являются активами. Очень сильно спекулятивны. Потому что банки внутри страны, японии, швейцарии очень сильно спекулируют. И давят на цену. Единственное, что япония в последнее время из-за сильной... Инфляция... В общем... У Банка Японии появилось подозрение, что дальнейшее снижение цены нацвалюты не может сильно, как раньше, поддержать экспорт. От чего зависит основная часть ВВП страны. Поэтому там, может, по политике что-то измениться в ближайшее время. Но они там тоже, как бы, стимулы свои продвигают экономически. Поэтому падение JPY... Ну, как бы, в приоритете и в случае, если доллар... Особенно, если доллар растет. Но давайте вернемся и посмотрим. Потом, позже, чуть-чуть, к иене японское. Сейчас пока у нас доллар-франк. И ситуация, которая на 15-минутке, немножко пугает покупателей. Тут, наверное, все-таки лучше отталкиваться от приезжающего претеста диапазона 92.40-92.30. Я думаю, что этот диапазон может протестироваться. И как импульсивно она протестироваться в течение дня. Это лучше для покупателей. Обращайте внимание, что в средние сроки есть потенциал снижения цены до 92.20. Даже. То есть, цена может до этих отметок опуститься. Но как импульсивно и опуститься к этим отметкам, так и лучше для покупателей, чтобы они снова вернулись к покупкам. Потому что покупки здесь, ну, как бы это, я как бы, можно сказать, общий тренд более-менее. Всегда, когда мы приближаемся к вершинам коридора, не факт, что цены не пробьют и не поднимется дальше над ними. И не начать умеренно играться в игру с покупателями, а потом их всех развести и снова вернуться обратно. Поэтому таких моментов лучше обращать внимание, что, например, сейчас у нас дивергенции нет. То есть, рост, вероятность его продолжения существует на 30-минутке. На 15-минутке тоже у нас дивергенции нет. То есть, ближайшие снижения, они должны быть коррекционные. Но в среднем сроке, в среднем сроке присутствует вероятность дальнейшего спада. Евро-франк на 15-минутном таймфрейме очень сильный. Произошел ретест, импульсивный ретест локального сопротивления. И цена якобы возвращается вниз. Тут тоже дивергенции особо нету на короткосрочном таймфрейме. Единственное, что на 4-часовом мало, но тут тоже как бы нету его. Но тут, наверное, на часовом есть некая дивергенция. И то, скорее всего, может быть признаком того, что цена может в короткосроке просто немножко развернуться и сделать какой-то коррекционный спад. То есть, будут тут цены и все. Но не более того. Поэтому 1.040, 1.040, 2. Это поддержка, которая может протестироваться в будущем. Но затем цена, скорее всего, укрепится и даже пойдет вверх. Доллар к японцу. Прорывает новые максимумы за последние 2 недель. По факту тренд восходящий. Очень умеренный. Но обращайте внимание, что мы приближаемся к некой зеркальной отметке. 1.040, и вероятность его импульсивного ретеста уже пересутствует, потому что мы очень импульсивно прорвали локальное сопротивление. Дальше, скорее всего, ретест этой отметки может перевести к последующему развороту. В этом случае, если вы, если что, 200 тут, ну как бы тоже немало пунктов, 230-250 пунктов. В случае, если вернуться на 5 минутки или на 15 минутки, там, скорее всего, можно найти хорошую возможность для входа в сделку. По итогам некой коррекции, чтобы подобрать лучшие цены. Это с целью осуществления внутридневной торговли. GBP, JPY, фунт японец, который очень сильно растет, сильнее, чем доллары японец, естественно, как разумеется. Сила фунта пока еще гораздо больше. Потому что потенциал развития вот этого тренда очень острого, очень яркого присутствия, несмотря на то, что она достаточно для дня, она достаточно импульсивная. 151. Это, скорее всего, ближайшая поддержка. 151. И мы все равно к этим отметкам вернемся. То есть, рано или поздно мы к этим отметкам вернемся, но для ближайшего времени, то есть, для вот ближайших часов. Нет. В течение вот этой сессии, скорее всего, возможно, в следующей сессии, есть вероятность дальнейшего роста. 152.40, 152.20. Это отметки, которые могут протестироваться в будущем. Но имейте в виду, что вот здесь вот при торможении спадов, при торможении роста все равно где-то в районе 152.40 присутствует. То есть, вероятность при торможении роста тут у нас в будущем. Присутствует. Ну, где-то в районе 152.40. Если вы сильно консервативны, то 152.30. Цена нефти. Переходим к серевым рынкам. И его обратная корреляция с долларом. И ситуация, которая недавно на рынке нефти, она была довольно восходящей. Из-за чего, кстати, можно сказать, что цену на доллара даже более-менее просто притормозила свой рост. И то, что мы по нефти видим, позавчерашний отбой, очень сильный импульсивный отбой с таким четким ретестом отметки 66. Но я думаю, что к этому отметкам мы все равно по нефти вернемся. И причина просто в том, что у нас в районе, то есть по итогам прерыва 7.70, возможно, у нас будет снижение амплитуды. То, как было раньше, то есть очень сниженная амплитуда, 72 максимум, 73 прорвем, возможно, и все. Но если взять очень сильно короткосрочный таймфрейм, то тут есть намеки на срыв волатильности. И в случае, если у нас будет ближайший импульсивный ретест 72, то, скорее всего, при притяжении дальнейших сессий мы будем опускаться к 70 долларам. Поэтому на это можно, на это лучше обращать внимание. Есть вот вероятность просто срыва волатильности, и это, скорее всего, приведет к тому, что отметка 72 будет протестирован. Но, опять же, до 72 тоже тут около 60-50 пунктов. Ну, а затем, скорее всего, цена может умеренно начинать падать. Доллар канадцу, канадец, коррелирует с нефтью, находится в прямой корреляции с нефтью. И ситуация, которую мы видим под доллар США канадцу, спад на почве укрепления канадца. То есть, есть умеренный спад. Насколько можно ей верить? Я думаю, что вообще ненасколько нельзя ей верить, этому спаду. И, ну, есть сильное расхождение сама от ЕМА 200-дневной. Есть общая такая долгосрочная, среднесрочная такая дивергенция, которую мы обнаружили, очень-очень-очень умеренная. Вот, несмотря на всего этого, мне кажется, тут уровни нам покажут дневка, нам покажут более-менее ближайшую отметку, от которого оттолкнуться можно. На 1.29, конечно, очень классная отметка, которая сейчас тестируется. Но 1.28,50 тоже будет, у нас есть потенциал дальнейшего спада к нему. То есть, это все равно присутствует, существует. Но в случае, если, опять же, мы спустимся по очереди, под целевыми поддержками по очереди. То есть, 28.80 сначала, потом 28.60, а затем 28.50, там 40. Соответственно, в ближайшее время для внутридневной торговли, особенно из-за вот этого поджатия к локальным минимумам, к локальным поддержкам, есть вероятность импульсивного лица, они будут 28.80. Вот. И если это такое произойдет, то, скорее всего, цена притормозит вот спад свой и начнет снова расти. Ну, зависимо от того, насколько сильно нефть будет делать восходящий импульс. То есть, если он сделает этот восходящий импульс, то да, ну, в целом, в течение американской сессии данные по нефти не очень обнадеживающие. Поэтому просто перед его спадом может произойти спекулятивный рост. Поэтому тут можно ставить на некого спекулятивного снижения вот по доллар-канадцу и некого спекулятивного роста по цене нефти. Евроканадец. Тут уже как бы укрепление, указывается на укрепление 1.4560, отметка, над которой, возможно, цена будет укрепляться. Но обращайте внимание, тут есть диапазон 1.46-1.4560. Вот. И этот диапазон может просто не дальше подниматься. То есть, в нем цена может застревать. Но если войдем, мы его улучшим. То есть, 1.4560. Сначала 1.4560, потом 1.4580. Потом 1.46. Ну, эти отметки могут протестироваться, но по мере укрепления, в случае, если на пятиминутке и на пятнадцатой минутке сильно импульсивно протестируем эти отметки, то, скорее всего, дальше мы развернемся от них. Но вот эти отметки, все они, по факту, для внутридневной торговли. То, что сейчас, кстати, на одной минуте происходит это очень сильно резкое снижение. То есть, по идее, дальше нас должно ожидать продолжение вот этого роста к этим отметкам. Сильное импульсивное снижение, которое видно на одной минуте. Фунт к канадцу, конечно, сильнее всех смотрится. И тут у нас локальное сопротивление прорвано. Потенциал дальнейшего роста присутствует. А до какой отметки? Приблизительно. Сейчас мы в районе 1.70, 1.60, 1.80. Верять не всего. 1.80, 1.70, 1.95. Сейчас. Ну, 71, то есть, скажем, 80. Ближайшая цель. Цена может, когда мы там подниматься. И если у нас дивергенция или намек на дивергенции, он есть, к сожалению. Но в ближайшее время мы ждем вот этого продолжения, вот этого импульсивного роста, по идее. Вот. А затем цена может немножко развернуться. От чего отталкиваться для возвращения в покупок снова? Я думаю, тут ближайшая отметка поддержки для покупателей 0.70, 1.60. 0.70, 1.60 – ближайшая отметка для покупателей. Ну, конечно, 0.71 – это ближайшая психологическая отметка, круглая, да? Но 0.71, 1.60, 0.71, 1.50 – это лучше взять вот как отметку по итогам ретеста, которого цена может вернуться снова в восходящую тенденцию. То, к сожалению, кстати, на 14-ое время больше и ярче видна вероятность разворота в средние сроки. Вот. Данная дивергенция, она, кстати, не такая уже умеренная. Но в случае, если у нас в ближайшее время будет продолжение импульсивного движения вверх, то, скорее всего, дивергенция может сработать. Но, опять же, для того, чтобы вернуться к покупкам, 1.70, 1.70, 1.60 или 1.70, 1.50 – это диапазон по итогам ретеста, который, скорее всего, цена снова вернется в восходящую фазу. Итак, мы переходим к криптопарам. Начинаем с биткоина и эфириума, продолжаем биткоин кешом, дочкойном, чейн линк, полка дот, лайткоин, рипл, эос, кардана и стеллар. Нас ждут вот эти, как говорится, пары. По биткоину на 15 минутке, по эфирам на 15 минутке, наверное, все заметили, сужение волатильности в рамках некого восходящего канала. Неужели мы находимся в районе какого-нибудь сопротивления? К сожалению, да. Есть ли дивергенция? К сожалению. Мы сейчас просто перешли на часовой таймфрейм по биткоину, и тут есть дивергенция. Как ставить на дальнейшее восходящее движение, я уверенно не могу сказать. Но тут есть отметка, в случае есть, на которой если мы укрепимся в ближайшее время, то внутри дня, возможно, цена пойдет к новому максимуму. Есть отметка 49 тысяч, которая тестируется прямо сейчас по факту. Выше этой отметки мы можем сталкиваться с продолжением роста. Его очень сильно импульсивный ретест, как мы видим здесь, может быть сигналом того, что в ближайшее время, в ближайшие часы цена может обновить максимум. Но обращайте внимание, что это все в рамках вот этой дивергенции будет произойти. То есть все равно в среднем сроке мы ждем разворота и более глубокого спада для биткоина, пока мы находимся под 50 тысячами. И из-за вот этого сужения под отметкой 50 тысяч, даже его ретест, по идее, может в будущем сопровождаться последующим разворотом внизу. То есть это никакое не поджатие к отметке, это никакая не аккумуляция энергии, это просто призывается к тому, что цена может делать ложный пробой ближайшего важного уровня и затем развернуться вниз. Поэтому вот такая вот плохая новость по техническому анализу для биткоина. А для фирмы приблизительно ситуация такая же. И фирм, конечно, более аккуратно указывает на границы, тут тоже есть некая очень сильно умеренная дивергенция. Но 4200, возможно, будет протестирован, 4150 тоже. То есть, я скажу, 4100, 410, отметить, которые могут быть протестированы в будущем, но все равно мы ждем дальнейший спад под 4000. Под 4000. Скорее всего, мы вернемся под 4000 и дальше будем падать. Вряднее всего. Причина очень простой, потому что ампилитуда такая же низкая, как и в прошлом было. Вот, как здесь. И, к сожалению, даже если будет обновление максимумов ближайших, обновление 4090, даже если будет обновление 4070-4090, то все равно ждем дальнейшего спада. Биткоин Кэш опустился уже импульсивно, протестировал некую поддержку зеркальную. На 5 минутке, наверное, его будет лучше видно. 440 долларов. Но, к сожалению, мы находимся под этой отметкой. 440-450. Но пока мы не поднимемся над этими отметками, скорее всего, дальнейший спад. Доряднее всего. Единственное, что очень сильно смущает, это сужение волатильности при росте и приближении к сопротивлению. Тут, конечно, в короткой сроке есть вероятность дальнейшего роста. С одной стороны, потому что только недавно СМЗ-штаб выше ЕМА 200-дневной, с одной стороны. С другой стороны, есть некие признаки в целом укрепления над тоже важной поддержкой 430. Поэтому, по поводу биткоин кеша, какие бы ни были вероятности дальнейшего спада, то есть ближайшего спада, скорее всего, у нас будет дальше продолжение роста, несмотря на вот это сужение волатильности. Но чем это закончится? Может быть с формированием разворотного паттерна, дивергенции. И тоже последующий был спад. Что здесь с дуджкоином происходит? Была очень умеренная дивергенция, которая привела к очень такому короткосрочной коррекции цены. Такая ситуация и сейчас, по факту, происходит. Но, в целом, тренд восходящий подошкольную. 0.17 0.17 Для масштаба короткосрочного масштаба довольно такая отметка психологическая. Поэтому, если мы выше него укрепимся, дальше, скорее всего, и рост может продолжаться. очень сильное сужение волатильности присутствует и сужение при восхождении, то есть это сужение при росте. Поэтому не исключается вероятность всякого там коррекционного спада к отметкам 0.71 0.10 0.17 0.17 0.70 0.17 0.17 0.17 может протестироваться еще раз. Но, затем цена, скорее всего, укрепится. Возможно, данное укрепление над ним как раз и есть признаком дальнейшего роста. Поэтому, тоже в короткосроке можно делать у вас, что цена, вероятнее всего, пойдет еще выше. Но имейте в виду, что очень сильно важно имеет значение дальнейшее укрепление над 1720 если будет укрепление на 1720 она будет продолжаться то это признак продолжение умеренного роста chain link на 15 минутки очень импульсивно решила протестировать поддержку локальную 1960 и тут тоже вероятность продолжение роста смотрится лучше нету дивергенции как было прошлый раз например как здесь поэтому продолжение роста здесь на нем наверно ставить путь логичнее но имейте ввиду что в целом средние сроки вот некое сопротивление тестируется и может будущее может будущее умеренный рост сопровождаться последующим спадом то есть она может дойти не выше там 20 20 20 40 если прорвет локальные максимумы и особенности ближайшее время в нем мы не увидим укрепление хотя бы на 20 на 20 долларами то вероятность дальнейшего продолжение консолидационного движения больше чем какого-либо роста по чай линьку полка дот технически тоже очень сильное сужение очень умеренный рост сегодня сейчас появилось нормально но тут есть эти круглая отметка 25 и это круглая отметка стоит на него обращать внимание 25 конечно очень далеко от него находимся и ближайшие 26 вот и главное чтобы не закрепиться под 26 скорее всего дальше на ждет рост но имейте ввиду что 26 это 625 50 там приблизительно это в диапазон который может тоже протестироваться и тут дивергенции сильной нет но умеренная дивергенция наблюдается некоторая некая умеренная дивергенция наблюдается мы основная основной диапазон поддержки для возвращения продажам это 26 25 50 по факту к покупкам лайткоин очень сильное сужение при протесте локального сопротивления на 400 время и ожидать ли разворота прям конкретного по всем дималь тканем это же не знаю но очень картинка похоже что дает сигнал разворота такого конкретного хотя бы до середины диапазона предыдущего до середины предыдущего импульса но необходимо обращать внимание что но есть локальный диапазон например даже здесь он есть там приблизительно 150 отметка до 150 2 примерно и этот диапазон по факту является поддержкой для покупателей будущем то есть рост может продолжаться после ретеста тех отметок все равно поэтому на тоже стоит обращать внимание здесь вероятно заработан но поддержка вот основные они есть присутствует рыбал очень далеко зашел на 15 минутки сильно импульсивно и ну отметки которым он сейчас приближается очень сильно психологические сожалению поэтому по поводу рыбал я не знаю какие спекуляции ждать отметка 1 доллар по факту близки к этой отметке и что происходит на короткосрочном тайм-премия ну то что мы видим это это поидейка дивергенция но вот такое сужение волатильности не дает определенность на всякий случай 092 пусть будет основной поддержкой куда-то она может опуститься как импульсивные как вот здесь вот как импульсивные к тебе опять мы спустимся таки вероятнее последующее возвращение к разу к общему росту к общему тренду роста и ос он уже кстати якобы протестировал зеркальную зеркальную поддержку ближайшие но тут тоже диапазоном по факту все заканчивается 325 321 приблизительно это у нас диапазон куда можно опускаться дальше но пока мы не прорвали его в среднем сроке скорее продолжение роста вряд ли ну тут есть тоже так же как и везде вот это вот умеренный очень умеренная дивергенция очень умеренная дивергенция цели которого возможно уже достигнута поэтому с насильный такой спад нас спекулятивный спад этих альт-поинов можно ставить но если он случится это будет признак продолжиться она возвращается к росту все равно кардана очень красиво себя ведет прорывает локальное сопротивление очень импульсивно на часом то время этого видно лучшее и потенциал дальнейшего роста у него есть что здесь еще видно по кардану нет дивергенции скорее всего рост будет продолжаться ближайшие цели 134 естественно 134 мы не берем и прям 132 консервативно и стеллар к сожалению тут нарисовываются некий разворотный сигнал вот здесь вот это формирование и закрепление под 024 027 40 027 50 это очень важно чтобы такого не было то есть и такое произойдет это очень плохо и к тому же вот такая дивергенция которая присутствует его цели могут быть очень рядом то есть цели такой короткосрочной и умеренной дивергенции может быть где-то очень рядом там 2027 с холуиска отметка относительно да то есть там целевая можно сказать я данного масштаба идут 2027 20 это у нас локальная поддержка по итогам из которого скорее всего покупатели вернутся на рынок очень умеренная очень умеренная тенденция но покупатели вернутся на рынок с расхождение просто волатильности очень сильная дождаться 3027 дождаться код не исходящего импульсивного спекулятивного на выдвижение а затем вернуться покупкам то гораздо лучше это видно кстати по относительно по всем альткоином для сегодня друзья спасибо что посмотрели сегодняшний эфир не забывайте что у нас на нашем главном сайте есть очень интересный инструмент очень интересные скидки очень интересная акция которая начинается они связаны и с учебным материалом они связаны и с нашими экспертами связаны и с инструментами для торговли которые есть у нас на торговой платформе такие вещи как крест-менеджер такие вещи как создатель алгоритма поэтому обязательно кроме того что смотрим наш youtube спасибо что посмотрите не забудьте подписываться конечно же и нажимать на колокольчик чтобы вкус и какие фирмы у нас есть и до следующей встречи всем хорошего травля и пока пока